19 августа Православная Церковь отмечает преображение Господне. Этот праздник в народной традиции именуется также яблочным спасом. На преображение существует традиция нести в церковь на освящение груши, сливы и, конечно, яблоки. Впрочем, этот праздник еще и одно из первых напоминаний о грядущей осени. Но вряд ли повод для грусти, ведь яблочный, да что там, настоящий фруктовый сезон только начинается. А для жителей поселка Совхоз имени Ленина 19 августа стало еще и знаковым событием. В новом храме, сиявшем во всей красе, состоялось первое праздничное богослужение. Строить храм в Совхозе начали больше года назад, чьи на основании провели в апреле, а уже к августу возвели стены. Тогда же осветили колокола и провели первую службу. В течение последних месяцев установили купола, благоустроили территорию и произвели внутреннюю отделку. Так, впервые в истории поселка здесь появился храм с золотыми куполами. Первое богослужение в новом храме Видновского благочения состоялось в его престольный праздник – преображение Господня. Праздничное богослужение проходило при большом стечении народа. Приходили целыми семьями. Зал большой, хорошо, все понравилось. Храм красивый, внутри тоже понравился очень. Я думаю, что для людей, которые тут живут, это большая радость, что не ездить куда-то там в далекие места, а вот пришел, скажем так, помолился. Батюшка очень хорошая, так что я думаю, что людям будет большой праздник и в принципе храм должен быть. Преображение Господня в народе именуют яблочным спасом. До этого дня не позволяется есть яблоки и блюда из них. А 19 августа, напротив, полагается срывать и освящать яблоки и другие фрукты нового урожая. Церемония освящения плодов состоялась после службы. Благословляется и освящается плоды сия, благодатью и пресвятаго Духа, окрепление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. По народным приметам, яблочный спас означает наступление осени и преображение природы. Принято считать, что ночью после 19 августа становится намного холоднее. Но в этот день возле нового храма преображения Господня было светло и тепло. Слезы. Вот именно слезы вот этого всего, всей этой благодати. А больше ничего сказать невозможно. Праздничный перезвон, впервые зазвучавший с колокольни, разнес по округе весть напоминание людям о необходимости духовного совершенствования, преображения. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин